Я уже 20 лет активно участвую в еврейской общественной жизни. Это непросто. Очень непросто. Я помню, как в 1974 году в Израиле меня арестовали и посадили в одиночную камеру на 31 день. Я был зол. Зол на еврейский народ. Меня одолевали горькие мысли. Я помню, как я ходил по камере и говорил себе, «Все, с меня хватит. Если евреи не хотят, чтобы их спасали, я не собираюсь их спасать. Пусть спасаются сами». Кому это нужно? Я сел на койку. У меня была Библия. Я был сердит. И вот я открыл Библию на стихи из 20 главы Иеремии, где он жалуется и ругает евреев. Он даже зол на Бога. Он говорит, «И я сказал, что никогда не буду больше упоминать его имя. Но его слово было в моем сердце, как горящий огонь, и я не мог сдерживать его». Вот какой стих я случайно открыл. Спасать евреев непросто, потому что еврейский народ страдает от ужасной болезни под названием «изгнание». Внутри нас сидят 1900 лет изгнания. 1900 лет ненормальности. Каждое создание, сотворенное Богом, создано ради чего-то, ради морального смысла. И Бог создал зверька под названием «Лемминг». Этого странного зверька Бог создал, чтобы преподать нам урок. «Лемминг» – это создание размером с крысу. Но это очень странный грызун. Каждые несколько лет, без всякой видимой причины, тысячи леммингов сходят с ума. Они дико бегут к обрыву и кидаются с него, совершая самоубийство. Так вот, зачем Богу понадобилось создавать лемминга? Какой урок он хотел преподать нам? Он хочет научить нас, что есть двуногие лемминги Моисеевой веры. Мы безумны. Мы уничтожаем мечту. Две тысячи лет у нас была мечта. Об этом мечтали наши деды, наши прадеды, наши пра-пра-пра-прадеды. Они мечтали об этом все изгнание. Они чувствовали стыд за изгнание, за унижение, за страх, за ужас. И они мечтали, что однажды они отбросят страх и ужас и вернутся домой. Они вернутся в свою собственную страну, в свое собственное государство, где они больше не будут бояться, жить в страхе и унижении. Они будут ходить, выпрямившись, гордые и свободные, и их дети будут ходить по улицам без страха. Эта мечта называлась «Возвращение в Сион». С благословения Бога мы исполнили эту мечту, но превратили ее в кошмар. Израильские евреи пикетируют тюрьму, в которой сидят арабские террористы и громко поддерживают их. Это нормально? В израильских газетах на всю страницу печатаются объявления с требованием от правительства освободить террористов и покончить притеснение арабов. Найдется ли в мире хоть один араб, который поместит подобное антиарабское объявление в арабской газете? Они нормальные люди. А мы сошли с ума. Мы по-прежнему страдаем от 1900 лет изгнания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok